По традиции, доклад главы округа Юлии Купецкой начался с подведения итогов в сфере экономики. Мытищи демонстрируют устойчивый рост, который не ограничивается лишь увеличением численности населения. В прошлом году общий оборот достиг отметки в 1 триллион рублей. Это составляет 5% от общих показателей всего Подмосковья. Продолжаем заниматься. Обильное место в пятерке лидеров по разному области муниципалитетов Московской области по объему инвестиций. В следующем году в Матищах было создано почти 8 тысяч рабочих мест, включая субъекты малого и среднего предпринимательства. Мы седьмые среди муниципалитетов Подмосковья. Доходы бюджета в 2023 году исполнены в объеме 18,7 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в 2022. Глава подчеркнула, что уже в текущем году доходная часть муниципального бюджета составляет свыше 24 миллиардов рублей. А это на 6,5 миллиардов больше по отношению к 2023 году. Помимо прочего, особое внимание в докладе Юлия Купецкая уделила вопросу реновации. На сегодняшний день на территории нашего муниципального образования реанализуется 25 договоров комплексного развития территорий и планируется к заключению еще 7. В текущем году в 2024 году мы планировали проселение 12 аварийных домов и двух домов со сотким уровнем износа, в которых зарегистрировано 314 семей. В Мытищах 68 аварийных домов и 143 ветхих. В них проживает почти 9600 человек. В прошлом году расселено 12 аварийных домов, ликвидировано более 5000 квадратных метров непригодного фонда, переселено почти 300 семей. Обсудили и динамику развития образовательной сферы. В прошлом году открыто 5 детских садов. В этом 3. Очередь в детские сады на 1 сентября 2023 года составляла 3104 ребенка. С начала нового учебного года 24-25 очередь в детские сады от года до 7 лет сократилась в 2,7 раза и составила 1171 ребенок. Результаты по открытию школ для Мытищ стали рекордными. В прошедший день знаний свои двери распахнули 4 образовательных комплекса. А до конца года в эксплуатацию будут введены еще 3, каждая из них на 1100 мест. Глава отметила, что половина новых объектов возведена в рамках комплексного развития территорий инвесторами-застройщиками. Большой объем муниципального бюджета направлен также на капитальный ремонт. В прошлом году реконструировано 7 учреждений, в текущем еще 6. Немало важными стали итоги в сферах ЖКХ и благоустройства, в частности, приведение в порядок дорожно-уличной сети городского округа. В целом у нас с вами в 2023 году был выполнен ремонт 23 дорог, общей протяженностью 19 километров. А в 2024 году мы ремонтировали 14 дорог, общей протяженностью 7 и 19 километров. Вновь вступившие на службу нового созыва депутаты отметили успехи в реализации многих градостроительных и социальных проектов. Народные избранники подчеркнули, что каждый из них направлен на улучшение жизни людей. Оценка только удовлетворительная, однозначная. И самое главное, что перспективы развития, которые сегодня стоят перед нашим опытом, она действительно достаточно высокая. Высокую оценку работы администрации дали и депутаты Московской областной думы. Среди них Денис Перепелицын. Город получил, наверное, одно из самых высоких поддержек за последние два года на территории Московской области. Ни в один муниципалитет не вносилось такое количество региональных и федеральных денег. Отметили матищенские депутаты и совместную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это активное взаимодействие с жителями, фондом капитального ремонта, та самая невидимая деятельность, благодаря которой муниципалитет преображается внешне, а жизнь горожан становится еще комфортнее. Коллеги, хочу поблагодарить тех из вас, которые активно вел работу с жителями, с домами, которые были у нас по фонду капитального ремонта. Успешная реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета – все это говорит о стабильном развитии муниципалитета и позволяет уверенно смотреть в будущее, отметили депутаты. Анна Смирнова, Первый матищенский.